Сергей Вячеславович, наверное, будем говорить о тех вещах, о которых вы говорили много раз уже, и даже на нашем канале. Но для меня эта тема, она кажется крайне важной, в том смысле, что сейчас период для страны крайне сложный, и тема развития, тема инструментов развития, она встает в полный рост. Я сейчас хотел поговорить с вами о гениальности. Я полагаю, что двинуть историю вперед могут гении. Но надо кое-что определить для себя, что такое гениальность вообще. И, например, первый мой вопрос, где проходят границы между гениальностью и негениальностью, не с точки зрения вашего метода, о котором я поговорил, а с точки зрения вашего восприятия, что такое гений и негений, уже состоявшееся? Вот где, как понять, отличить талант от гений, по-вашему? Да всё очень просто. Гений, он создаёт то, чего не было в природе и обществе до него. Вот и всё. Всё. А талант, он обычно занимается комбинаторикой. Берёт две бумажки, из них делает третью. Это называется не талант, а способность комбинаторики. Компиляции, значит. Это слишком даже благородно. К мелкому жульничеству. Вот шахматы – это классический пример такого жульничества. Ни ума там не надо, ничего. Выучил 2000 начал мастер спорта, выучил 500 продолжений международного класса. Ну и всё. Дальше. Как? То есть талант заменит искусственный интеллект, так называемый, или огромное количество комбинаций нейросетей? Ну, в самом примитивном виде талант – да, конечно. То есть я могу сказать, что, несмотря ни на все старания доброго и милого Билла Гейтса, его GPT-чат – это полная фигня. Говоря таким простым народным языком. То есть иначе говоря, то, что пишет этот чат, сейчас они его обновили несколько дней назад, там увеличив чуть не на миллион вариантов или на миллиарды. Так вот, у нас есть технологии, по которым мы раскалываем это моментально. То есть для этого нужно несколько, ну там, полчаса. То есть ни у кого в мире ещё нет, а у нас есть. Но, тем не менее, он на человека, потому что мы знаем, как работает мозг человека, а Билл Гейтс не знает. В этом вся разница. Поэтому ключи к его этим игрушкам найдены были очень быстро. Даже раньше, чем они, так сказать, завоевали всеобщее признание. Мы просто заказали, имея доступ к этой системе, GPT-чату, несколько сочинений на разные темы. И по нашей технологии, которая учитывает энергетические расходы мозга человека, у нас есть такая технология, которая может оценить, сколько, какие энергетические расходы вы затрачиваете, например, на писание текста. Но, естественно, что ленивый Дуралей, он пишет один текст. А гений, который вкладывается в этот текст, как Тургенев, как Достоевский, хотя Фёдор Михайлович особенно в этом отношении звёзд с неба не хватал. Так, серединка наполовину. Это вы как Набоков говорите, он тоже скептический. Набоков, кстати говоря, повыше был. Мы его анализировали. Он получше намного, чем Достоевский в области литературы. У нас там уж объективный метод, а не субъективный. А вот это мы, это как советские антропологи, да, как британские учёные? Советские антрополухи ничем не занимаются, кроме того, как популяризировать западную науку и пересказывать всякие глупости. Я давно не слушаю, не смотрю это безобразие. А вот мы, это тот, кто занимается энергетическим балансом головного мозга у людей с разными способностями. Дело в том, что, ну, сейчас объясню просто очень. Поскольку у нас нет томографа, чтобы определить при жизни с высоким разрешением отличить гений от дурака, это легко было бы очень. Но мы вынуждены косвенными. Косвенные у человека есть только одна функция, которая нас радикально отличает от животных. Это не математика. Вот не надо мне, ради бога, вот эти вот все каббалистические приколы тут же начинать кричать и подписывать в ваших роликах. Не надо про это. Муравьи считают до 10 и передают друг другу. Поэтому, уважаемые господа, успокойтесь. Арифметика – это не царица наук. Ну, и много всяких других животных умеют хорошо считать и передавать друг другу. Так вот, нет, у нас есть только одно свойство, чисто человеческое, которое возникло как человеческое и структурно детерминировано как человеческое. Это способность к письму осмысленному. То есть, не только речь, но и письмо. Вот речь. Дело в том, что очень многие поля есть у достаточно примитивных обезьян, которые поют. Называются ревуны. Я знаю. Поэтому речь – это отдельная песня. Не возникло такого и странного ансамбля пока, что ревуны. Вот в опле Видоплясова есть такой, а вот ревунов нет. Ну, есть любители даже такой музыки. Ну, что тут. А если говорить о животных, то у животных на самом деле язык очень развит. Просто там вербальная и невербальная коммуникация плюс химические, они дополняют друг друга. Я, например, знаю очень много людей, не только описанных Ильфом и Петровым в виде людоед-келочки, которым достаточно где-то 200 слов. А сколько иероглифов знает просвещенный, значит, восточный человек? Три-четыре тысячи – это сливки общества. Всего-то. А это, по сути дела, три-четыре тысячи слов. Ребята, не надо связывать с речью. Обычно как? Чем более безграмотные исследователи вам это рассказывают, тем большую долю... Там у них сложно. Слоговое уже письмо в Китае. Мао Цзюдун реформу провел. Слушайте, ну это те же сказки, как в России. Так вот, оставим речь. Главное – письменная речь. Почему письменная эта речь? Потому что надо не просто слова придумать. Во-первых, надо знать буковки. Надо уметь их складывать более-менее грамотно. А не корова честь четыре «ы», как мне часто пишут. Замечание к моим роликам. С такой грамотностью. То есть надо уметь знать буквы, знать правописание. Орфография – самое главное, надо всё время думать, какое следующее слово за каким пойдёт. То есть выстраивать конструкцию, мысли-конструкцию. Вы не можете себе представить никакой другой деятельности, даже закручивание гаек на космическом аппарате, которое было бы такой же сложности. Когда вы вынуждены думать, конструировать и тут же это фиксировать. Более сложно. Это самая человеческая деятельность. Поэтому основная цель таких, как Сорос и Гейтс – это лишить нас возможности письменной грамотности. То есть вот это обучение компьютеров распознаванию речи, передачи, замена распознавания речи в сочетании с картинками при обучении, что является, в общем-то, уничтожением образования как такового навсегда. Это мечта, естественно, западной цивилизации, в той или иной мере некоторых восточных. Если мы от этого отказываемся и пишем рукой, то это происходит как раз то самое отражение конструкции нашего мозга. А у нас вот в это дело вовлечено около 40, ну, 35-37 полей, которые индивидуально различаются у всех людей. Одного побольше, другого поменьше. Причем это не психологическая разница в 20%. А это разница в 3, 5, 6 раз. А по полям и в 40. А кроме этого существует такой ужас для человечества, как качественная разница. То есть у одного человека одни подполя есть, а у другого нет. Пример Владимир Владимирович Маяковский, у которого некоторых полей в Нижне-Теменной области не было. Зато у него было дополнительное в Нижневисочной, в 47-м. Это все видно из текстов, да? Это нет, из текстов это не видно. Это сделано было структурно. Брался обыкновенный покойник, у него выковыривался мозг, делалось из него 6,5 тысяч срезов, которые окрашивали. И очень квалифицированные люди, которых сейчас... То есть это была работа проведена тогда? Да. И было показано, что существуют такие различия. В нашу задачу входило оценить энергетические затраты тех или иных областей при написании вот того или иного текста. Иначе говоря, можно косвенными способами по лингвистическим конструкциям очень много на что ответить. Это сложное дело, потому что требует больших усилий специалистов. Но, тем не менее, это достижимо. Нельзя определить специализацию. Вот этот человек способен, например, к этому, этот к этому. Но можно определить только одно. Возможность произвольного мышления. То есть человек может думать о чём-то, кроме как еда, размножение и доминантность. Ну, что-то ещё человеческое ему не чуждо. И он может заставить свой мозг работать в этом. Или не может. Ну, вот это ещё один критерий, одна грань гениальности. Но если возвращаться к этой формуле, что существует некая гениальность, а вообще она как-то передаётся по наследству? Нет. У гениев рождаются в основном дураки. Ну, или обычные люди всё-таки. Ну, скажем, по сравнению с гением, получается, не очень обычные. Я ниже среднего. Ну, потому что, если сравнивать с... Поговорка даже есть такая. Да, отдыхать. Нет, не в этом дело. Дело в том, что есть биологическая скономерность, которую преодолеть нельзя. У меня есть такая книжка, называется «Церебральный сорсинг». Там не то, что это какие-то выдумки или, как у нас любят, умозаключения. Я телевизор тяжело смотрю, там сплошные умозаключатели, ничего не знающие. А там были отслежены, вот, например, талантливые семейства, которые изобретали, инженеры были в Европе. И там регистрировались в церковных книгах. Вот там, например, в 15 веке там было в каком-нибудь Кёльне 200 семей таких. Ну, и что, через два столетия осталось четыре. То есть вырождение, и оно связано не с тем, что они какие-то там вредные вещества употребляли, а это того, что при изготовлении человека участвуют папа и мама. И мозг, состоящий примерно из 300 разнородных структур, получается смешанный. И получить точно такую конструкцию, как была у родителей, невозможно. А, понимаете, если переменных у вас 300 переменных, какова вероятность, что вам вот выпадет из колода 4 туза? Ну, сами понимаете. Вот было такое направление, ну, понятное дело, одиозное, благодаря нашим противникам. В третьем рейхе Евгеника. Вообще, что они хотели, это Евгеники? Ну, я сейчас про Евгенику расскажу. Ну, во-первых, немцы – это нация туповатых и вороватых ученых. Не надо их переоценивать. Они безалаберные, неаккуратные. Это ужасно. Я с ними имел дело еще в советские времена. Но определенные технические достижения были же все-таки, да? Да, немцы настолько тупы, что он может так крутить гайку до поселения. Это да. В летающей тарелке там или нет? Ну, слушайте, вот в моей области могу сказать, в области исследований мозга, немцы сделали очень много. В области придумывания технологий разных чего. Но в научном плане крайняя убогость. Там у них последний, по-моему, более-менее нормальный был Видерсгейм. И то в 19 веке. Ну, Евгений, это же не только немцы. Нет. Немцы, как всегда, все украли. Что такое немцы и конец 19-го, начало 20-го века? Это Китай 70-х годов. То есть когда... Япония 60-х, когда воруется все, и все переделывается на японский лад и выдается за собственную программу. Это вообще ни о чем. Немцы сперли, естественно, как и евгеническую идею. В чем она состояла и откуда началась? Основали ее в России. Почему? Потому что не в Евгенийке дело, а дело в том, что уже тогда было, в отличие от нашего сегодняшнего Минздрава, было ясно, что с населением не все хорошо. Что существует много наследственных, нехороших заболеваний. Что люди, в общем-то, наследственной вот этой вот гигиеной не занимаются. Занимаются свальным грехом. По деревням ходили вот эти, как говорят, простые. То есть люди с серьезными генетическими наследственными отклонениями связаны с инцестом. В стране творилось неизвестно что. И вот врачи, когда у нас медицина более-менее, так сказать, в России стала подниматься, они начали бить тревогу, что у нас население вырождается в прямом смысле. Еще этот, я имею в виду Николая Второго, который умудрился провести алкогольную реформу в 1895 году, заставил, по сути дела, не он, конечно, через министерство было сделано, но заставил заменить дистилляцию ректификацией. Коньячок-то мы пьем дистиллированный. Виски пьем дистиллированный. А этот умник устроил массовую дистилляцию. Ему молодеродственники французские сказали, что это чище будет. Причем-то они коньяк не стали ректифицировать, родственнички-то. И в результате это трагедия, потому что за несколько лет, поскольку ректификат вызывает зависимость в несколько раз быстрее, в России массовый алкоголизм вырос во много раз. И вот эти все бехтеревские сеансы, когда он лечил генералов-алкашей, они связаны с чем? То, что при использовании в массовых продажах ректифицированной водки зависимость возникает мгновенно. Это очень интересная тема, она отдельная. Может, потом перезачку сделаем. Да ради бога. Ну, в общем, смысл какой? Что у нас из-за глупостей правительства и царя, из-за полнейшего безобразия в отношении, семейных отношений, творилось бог знает что. И вот тогда врачи, это Юдин, там потом архив Сегалина был, знаменитые люди, пытались это сделать при злобном царизме. Не получилось. Значит, и вот в 20-е годы они основали, в общем-то, на границе, перед революцией, сразу после, русское евгеническое общество. Выходил русский евгенический журнал. Что плохого-то было? Прослеживали из поколения в поколение родственников. Кто с кем там родственник, каких отношений. Они генеалогические древеса строили. В городах больше 50 тысяч жителей построили станции, в которых измеряли людей. И это было очень важно. Это как бы для того, чтобы пресечь какие-то... Через пресечение инцеста пресечь процесс вырождения. А вот попытка улучшить породу, так сказать. И наши, и немцы, они стали заниматься действительно выведением пород людей в прямом смысле. Наши ничем не отличались. Только они никого не уничтожали, но подбирали. Были специальные школы командирские, где выращивали элиту армейскую. О них очень не любят говорить. Но в 70-е и 80-е годы очень много выходцев из этих специальных школ, где отбирали и пытались размножать лучших, они были у нас в армии. И это серьезное было подспорье, потому что они действительно кое-какой результат дали. Немцы тоже самое пытались, но времени не хватило. Они тоже брали там особых немцев. Знаете, что в СС принимали тех, кто без единого там гнилого зуба и прочее. И, значит, их там спаривали с настоящими арийками, грудастыми и задастыми. Ну, наверное, вот такой способ, он дает результат чисто физически. Соматический. Соматический, да, конечно. И вот немцы, когда взяли в России, кстати говоря, там, пацифисты и гуманисты, которые развалили наше образование к 30-м годам, пришли, ну, революционеры имеют вот эти вот, с низким уровнем интеллектуальным, они как раз и на Евгенику набросились, потому что сами бы евгенических тестов не прошли. Ну, и вот это понятно, кто там был. И у нас это все захлопнули, запретили. Хотя русские и евгенические журналы, Сегалинский архив, довольно долгое время издавались. Там много интересного. А у себя они сделали по-немецки все. Значит, в рамках арийской модели. Почему? Потому что немцы себя чувствовали обиженными еще с 19 века. Они все время, значит, так лезли на рожон. И в конце концов, когда появилась идея, и там был такой знаменитый исследователь Экштейт, у него двухтомник такой был, где он там про эти, про расы рассуждал. Ну, очень много. И они решили, что, значит, они через соматологию могут подобрать соответствующих людей. Но ничего из этого не получилось, потому что проблема состоит в том, что мозг человеческий эволюционирует независимо от тела. То есть мы можем иметь там потомков, ну, с большей частью населения Земли, но проблема-то состоит в том, что мозг-то эволюционирует независимо от тела. У двух людей, которые вот стоят рядом, может быть, у одного могут быть одни поля какие-то есть, а каких-то полей в другом мозге нет. Это разница больше, чем видовая. Понимаете, разница между волкой и лисой, если они одинаково, более-менее размеров. Может быть, меньше, чем между двумя людьми. То есть на самом деле по планете бегает там несколько, не тысяч гендеров, а несколько тысяч вариантов конструкции мозга, которые несовместимы между собой. Он говорит чёрное, он говорит белое. Я не говорю про жену, там всегда так. А я говорю про людей одного пола. Договориться невозможно не потому, что они такие плохие. Потому что они прошли разный эволюционный путь. Это тоже очень важно. Нельзя из каменного века начать жить в 21-м. Ничего не получится. И вот мы знаем многие страны в Юго-Восточной Азии, которые так и не смогли ничего сделать. И не сделают. Мы сейчас говорили про русских, про немцев, китайцев. А вот этническая принадлежность влияет на процент гениев? Так условно. Я понимаю, что никто этот процент не считал. Да, влияет. То есть, условно говоря, в малом народе каком-то там условно может родиться, это я не подвожу конкретному народу, малому, много гениев. Или, например, есть большой народ, там мало гениев. Нет, не так. Вопрос. У меня есть еще одна книжка, называется «От церебральной сортинга», как уже упомянул. Проблема заключается в том, какой отбор прошла тайная популяция. Потому что у нас отбор только начался, когда мы вступили на путь греха, то есть стали людьми. Вот все говорят, вот человек там как антрополух нормальный, значит, рассуждает. Он говорит так, что вот там 150 тысяч лет, эволюция закончилась, все. Ну, это такая западная точка зрения. Они, например, говорили, эволюция закончилась, да, но при этом держали в клетках, размножали индейцев, там, негров. Эволюция закончилась. Это несовпадение некоторое. Ну, это антропологи на этом не заморачиваются. У них мысль короткая и очень маленькая обычно. Дело-то в том, что в процессе эволюции человеческой происходит отбор. Мы сами и кролики, мы сами экспериментаторы. И мы регулярно берем кролика и так обраковываем. Ну, хлоп, то есть самих себя. Почему? Потому что мы решаем социальные задачи, мы социализированные существа. Мы в свое время с удовольствием сожрали неандертальцев, которые были сильнее, суть по всему, умнее, чем мы. У нас было больше, и мы были сплоченнее. Как-то добрее, лучше как-то. Сплоченнее были. Они жили маленькими семейными группами, друг о друге заботились. Мы жили очень большими группами, не очень заботились, зато могли сожрать любого умного и одинокого. Что и делали направо и налево. Поэтому мы и победили в эволюции. Может быть, они есть где-то среди нас, эти добрые неандертальцы? Нет, нет. К сожалению, мы частично метисовались, но и не на их уровне, а несколько раньше, а потом съели. Так вот, значит, в чем дело? Мы сами являемся источником искусственного отбора. Ну, сейчас приведу несколько примеров, я уже о них говорил. Ну, вот самый знаменитый пример – это выдающаяся попытка искусственного отбора Петра Первого. Значит, когда он решил поднимать страну, ему потребовались кто? Мореходы, навигаторы, инженеры, правильно? Ну, кого из кого набирать? Ясно, что из лучших. Кто лучший? Это бояре. Ну, очень быстро выяснилось, что берут там 100 боярских сынков, значит, в арифметическую школу, а выяснилось, что они отлично могут делать то, что их папа с мамой размножаться, есть и выпендриваться. А вот арифметики научиться не могут. И туда их отправляли, и сюда, и ничего из этого не получается. Там получалось, из них, значит, были способными 2-3 процента. И Петр так и не решил эту проблему. Почему? Иностранцев-то какое количество. Потому что твердо... Брали готовых, так сказать. Да, была твердая уверенность, что русские дураки. Почему дураки? Да не дураки, они просто отбор-то до этого был. Какой? По воровству, объедаловке и размножению. Что такое бояре? Что это такое? Нет, ну, их-то родители, деды, они, наверное, в военном деле разбирались. Ну, я вам сейчас объясню. Это называется так. Отбирали преданных, а требуют как сумных. Не получилось. И вот примерно так. И у Петра тоже. А вот Екатерина это решила проблему вот так. Как она решила? Ну, очень просто. Она сказала, берем всех, кто может, и даем личное дворянство. И все, проблема была решена. Из-за ее правления Россия наполнилась и инженерами, и мореходами, и навигаторами, и всем остальным. В чем дело? Это говорит о том, что способности редки сами по себе. И человек с определенной способностью, редкостью, в нем нуждается. Вот, например, при Екатерине нуждалось наше государство. Вы понимаете, что тебе дали личное дворянство. У тебя сын выучился, получил высшее образование, дальше потом стали давать наследственное, раз второй поколение. И там много чего там, всяких способов. Короче говоря, создали из способных людей новую популяцию. Им платили деньги хорошие, они имели имение хорошее, они тоже начали размножаться хорошо. И благодаря этому, конечно, не у всех, но у какой-то части, мозг оказался отобран с вероятностью появления способных людей. Все-таки, все-таки, возникает следующее, что, как бы, если существует некая группа... Это должна быть, да, огромная популяция при этом. Это вот нельзя сделать 200 человек, это не получится, это не выйдет. Это целая популяция должна быть большая. Тоже... Поэтому народы, которые проходили путь исторический определенный, связанный с коллизиями, с преодолениями, возможно, с коллапсами, кризисами, развитием... С развитием научной, интеллектуальной и социальной структуры. Эти народы более способны генерировать гений. Да, конечно. Но здесь еще один момент есть, о котором я чуть попозже скажу. А здесь какая история получилась? Потом следующий вариант. Это когда инженеров нужно было в 19 веке. Паровозы, пароходы, пушки, ружья, туда-сюда. Надо все было делать. Откуда их взять-то? Опять то же самое. Почитайте, я вот всегда советую про студентов, инженеров. Это Гарина Михайловского. Ну, детство темы все читали. А дальше вот студенты, инженеры. Он там все это описывает, как это было в 19 веке. Прямо, так сказать, из первых рук. И тогда все станет ясно. Их также точно отбирали, давали им огромные зарплаты. К чему это привело? Создали гигантскую популяцию вот этих квалифицированных инженерных кадров. Образованных, воспитанных, умеющих, так сказать, владеть собственной головой для решения задач. Не надо уж добраться до казенного кошелька, а для того, чтобы решить техническую или научную задачу. И через три поколения эта популяция к чему привело во всем мире? К революциям, буржуазным. Ну, у нас буржуазная революция превратилась в революцию 17-го года. Хотя, как вы помните, Ленин все время фотографировался почему-то в окружении инженеров. С чего бы это? Как-то странно. Революционеров немного, а инженеров много. Гойло-Ро сидел. Да, но не важно. Важно, что вот видите, как отбирается. Почему же происходят такие закономерности? Для того, чтобы вот это произошло, нужно 15-17, максимум 20% населения, для того, чтобы они отобрали, их отобрать с такими мозгами, чтобы они могли, например, там, мосты строить. Ну, сейчас происходит то же самое. Искусственный отбор у нас идет полным ходом. И сейчас так называемые цифровики – это не те, кто деньги ворует цифровым способом, а те, кто думают и умеют оперировать этим мат-аппаратом, то есть вот этими цифровыми системами. Они им создают условия, им платят большие деньги, они размножаются, как тараканы уже третье поколение. И их уже достаточно много для того, чтобы свалить финансово чиновничий олигархат, как у них, так и у нас. Все-таки я не понимаю, значит, получается, что это среда, среда, ну, социальная среда, интеллектуальная среда? Все хотят заработать, украсть побольше денег. Для этого нужны квалифицированные люди. Неважно, на деревянный парусник, на паровоз или на космическую ракету для ее создания. То есть гения родятся среди квалифицированных, а среди неквалифицированных не родятся. Гений может родиться в любой среде, но вероятность чуть-чуть выше в этом. Но самое главное не только в вероятности появления гений. Дело в том, что главное, чтобы еще появились люди, которые могут воспринимать гениальную мысль. Если человек не может воспринимать, а для этого нужна уже вот эта самая среда. И тогда произойдет то, что нас любят называть сменой в общественно-экономических форматах, революции и прочее. То есть на самом деле это просто смена инструментов церебрального сортинга. А среда, вот это такой важный момент, что среда, способная оценить, зафиксировать гения внутри себя. То есть вот не всякая среда, нет? Нет. Кому нужен этот гений? Гений лучше всего мертвый. Это ясно же. Это приветствуется во всем мире. Покойник, гениальный, это то, что доктор написал. Нет, среда вообще тут ни при чем. Просто искусственный отбор меняется в соответствии с задачами конкретной популяции людей. И все. А то, что там вот эта вся субъективная шняга о том, что вот какого-то гения признали. Да посмотрите, что было 20 лет назад. Где эти все гении? И все. Эта пиар-компания – это одно. А гениальность, и она состоит в том, что через 100 лет к этому возвращаются как действительно к серьезному. Ну вот если представить себе некий идеальный механизм, некую систему, которая заточена на выявлении и поддержке или огранке, скажем так, интеграции в определенный процесс гений. Допустим, существует такая модель. Нет, нигде не существует. Нет, допустим, что... Давайте мы ее с вами разработаем. Давайте мы проживем ровно столько времени, сколько понадобится, чтобы до нас доехал киллер. Нет, ну подождите, вот существует, может быть, у вас в голове только решили в каких-то таинственных чертежах, вот этот мистический отчасти аппарат церебрального сортинга. То, что... Нет, церебральный сортинг – это механизм социального истребления одних в пользу других. А вот как называется та устройство или та штука, как я не знаю, которая может выявлять гений? Высоко разрешающий томограф с разрешением вокселя 1 микрон. Все. Ничего. Он, кстати, строится. Нравится, кому-то не нравится. Он строится в России? И в России тоже. А просто кто первый начнет выявлять таких гений, тот захватит мир. Все очень просто. Знаете, как в мультфильме вот этих про пинки и брейн, две таких мышки. Одна по мнению, другая по глупее. Что, говорит, будем мы делать сегодня ночью? Он говорит, ну как что, как обычно захватывать мир. Ну просто гений, когда вы гению ставите задачу, он ее может решить так, что вы никогда не поймете, что происходит. Просто дело в том, что люди, которые обладают достаточной, скажем так, политической волей, чтобы это сделать, боятся этого еще больше, чем те, кто об этом ничего не понимает. Уже это будет смена элит. Ну, во-первых, вот то, что мы называем элитом, это не элита никакая. Ни у нас, ни у них. Потому что вы видели хоть один принятый в нашей стране или за биржом закон, где бы поощряли разум? Вот, вот половые органы поощрять, это, пожалуйста, давайте размножаться, как тараканы. Это будет очень хорошо. Это поощряется даже деньгами. А где вы видели хоть один закон о том, чтобы... Почему этого не происходит? Без размножения-то гений тоже перестанут дрожаться? Слушайте, перестаньте, это уже передергивание. Ну, потому что люди всегда были, есть и будут половые органы, и будут размножаться. И гормональный стресс никто не отменял. Мы полуобезьяны. А вот просто законодательно ни в одной стране мира не поощряется такая вещь, как талант или гениальность. Наоборот. То есть это говорит о том, что любое общество, пытаясь спасти свою шкуру в виде начальников, оно будет всегда препятствовать таким вещам. Потому что гении, они опасны социально. Но некая инстанция, ну, зовем ее государством, допустим. Кто может построить такой аппарат? Только государство, потому что это огромные вложения, это экспериментальная площадка. Да ладно, там какие вложения, там 3-4 ярда, ерунда, у нас больше воруют в год. Ну, допустим, государство построит такой аппарат, и что дальше-то? Ничего. Дальше вы будете совать голову, отбирать не с помощью Сириуса испаивание двух транзисторов, а с помощью объективных критериев, которые разработаны и существуют. Вот вы выявили, и дальше надо вести, да? Дальше ему надо создать условия, потому что надо ему дать образование. Надо, соответственно... А их надо отдельно вообще держать? А вы как хотите. Конечно, отдельно. А отдельно как бы каждого или всех вместе отдельно? Да нет. Во-первых, они между собой передерутся все, поскольку они оригинальные. Ну, конечно, это нужно создавать среду. Потому что ведь знаменитая история, которую в нашей стране навязали не так давно, о том, что дети с различными отклонениями должны учиться в общих классах. Что происходит? Любой учитель вас скажет. Все ученики... Тут же образовательный ценз падает до самого малограмотного. А он вообще не очень здоров. Что делать? Значит, это инструмент просто, скажем так, лишения страны интеллектуального развития детей. Это сделано умышленно под видом гуманизма. Ну, вот псевдогуманизма. Потому что такие дети, во-первых, требуют отдельного подхода, специализированных учителей, специальных школ. Это было в Советском Союзе. Потому что с ними надо работать совершенно по-другому, нежели с детьми в рамках нормы. Поэтому, конечно, люди с гениальными дети, если таких, ну, отобрать, то, конечно, им нужно создавать особую среду. С ним уже можно с каждым повозиться. То есть надо возиться не как сейчас с двоечниками и дураками, а с гениями и талантами. Тогда это даст результат. Сами они не появятся. Потому что вероятность, как я говорил, того, что комбинация структур, ну, например, связанная хотя бы со зрением, там нужно около 20 структур, чтобы было больше, чем в норме у обычного человека. Вероятность мала-мала. Поэтому мы видим художников раз-два и обчелся. А вот этот вот мазнюк, который за оригинальную живопись выдают, или танцы, когда человек явно в балете не сможет ни одной партии протанцевать, говорят, это оригинальный взгляд. Сколько можно жуликов, всяких прохиндеев выдавать за оригинальных мыслителей? Иногда это пугает. Ну, вот это вот, допустим, школа гениев, или, я не знаю, там, общество гениев или страна гениев. Не надо ничего, никакой школы, не надо никакой страны гениев. Вот он учится в школе. Всё, создайте ему условия, чтобы он мог... В обычной школе? В обычной, конечно. Доставьте ему в школу. Если вы его нашли, то создайте такие условия дополнительные для того, чтобы он мог заниматься тем, к чему его мозг лучше всего приспособлен. И он сам туда пойдёт, потому что мозг будет диктовать ему его интересы. Но вы дайте, во-первых, выявите, а во-вторых, дайте возможность. А остальные будут жить, как жили. Не надо ничего стратифицировать, не надо... Вот эти все национал-социалистические идеи, которые всё время пытаются проводить. Что у нас было сделано совсем недавно? Американские школы, европейские школы. Это что? Это не расизм? Здесь вы можете учить детей только по 100 тысяч долларов в год. Это не стратификация общества. Кто за это ответит? В своё время Иосиф Виссарионович выпустил знаменитую статью о перегибах, по-моему, в педологии. Это что такое? Это ЕГЭ наше. Это вот эта вся липовая система оценки знаний. И они категорически запретили это в 1935 или в 1937 году. И после этого вернулись к царским учебникам, переписанных талантливыми и педагогами, и учёными. И мы получили через 20 лет огромное количество высококлассных инженеров, которые стали осваивать космос. Сейчас-то всё продолжается. Я сам преподавал в университете много лет. В московском последние 11 лет. Я ушёл оттуда 10 лет назад, потому что когда пошли ЕГЭшники, мне там делать было уже нечего. Я не могу им объяснять о том, как работает мозг, начиная от Рождества Христова. Они стерильны. Ну и всё. И на этих условиях можно что-то сделать. Нет ничего. Но по поводу школ и расизма. Социальный рейтинг, который почему-то сейчас считается, что в Китае якобы работают. Это всё тоже мифы какие-то. Но вообще тот социальный рейтинг, который принят при капитализме, он связан с деньгами. Это понятно. То есть вообще капитализм – это и есть социальный рейтинг по деньгам. Много у тебя денег, значит, ты на высокой социальной ступени. Но та система, о которой говорите вы по отборке гений, она ведёт так или иначе к созданию элиты, состоящей из гениев, то есть подлинной элиты. Уже нельзя будет возразить, сказать, что эта элита не настоящая. Эта элита корыстная, тупая, необразованная. Среди гений тоже таких корыстных и тупых сколько хочешь. Это странно. Почему? Приведу пример. С чего вы взяли, что гений – это хороший человек? Вон, посмотрите на художников гениальных. Ведь жулик на жулике. Вот он написал там пару картин, выдающихся, действительно, высший класс. Я причём таких нормальных художников, типа Рубинса, там всё. А потом гонит шнягу такую, что просто страшно смотреть. Тоже пройтись с Сити Айвазовский. Несколько выдающихся произведений, ну просто там, я не знаю, 30 картин, просто это вне, в шедевры. Но продал-то он их 3000, у меня возникает вопрос. Тихий, из зала. Ребята, и таких вот гениев у нас полно. Один пишет музыку, да, действительно выдумывает, сочиняет, а другой берёт мешок такой, где нарезанные ноты построчью так выкладывают. То есть гением вот власть нельзя передавать. Гении и власть весь несовместимая. Почему? Потому что гений, он в рамках своей концепции какой-то может разрушить всё. Гений должен заниматься такой конкретной работой. Ну, за исключением тех, кто занимается, например, конечно, эволюцией гоминид. Тут, да, но тоже это не без последствий будет. Почему? Потому что гении, они же, есть выраженные таланты, таких же, вот как раньше говорили, вот человек талантлив во всём. Да не бывает такого. Значит, он во всём бездарен, но имитирует здорово. То есть нету возможности у мозга. Если бы представим себе, что произошло бы такое чудо, да, и мы могли бы управлять с помощью каких-то особых свойств. Я про генетику не говорю, это на грани психологии почти. Прямо такая же наука. сделать мозг человека абсолютно совершенной в рамках сегодняшних наших знаний. Чтобы все структуры мозга были бы одинаково выражены, были бы большие. То есть это нужно для универсального гения, да? Ну да, башка была бы вот такая, где-то около трёх с половиной килограмм. Два восемьсот у шизофреников одного было. Значит, ну, прям так. Ну, так гуманоидов рисуют обычно, да. Ну, с художниками вообще проблема. У них с головой больше проблем, чем с талантом. И самое главное, чтобы вот такое сердце. Как вы будете через это прокачивать? Мозг потребляет у нас, представьте себе, в нерабочем состоянии, когда вы просто спите с бутербродом во рту. 10% минимум энергии от всего организма. Это 1300 грамм. 10% жрёт от всего организма, когда вы спите. А не дай бог вы начинаете задумываться, слава богу, что все этим занимаются очень редко, некоторые вообще никогда, то тогда у вас расход повышается до 25% от всего организма. Человек так жить не может. Такой расход интеллектуальный не может выдержать. А даже если бы мы могли волшебным образом заставить весь мозг работать, да, то тогда бы он стал потреблять около 40%. Ну, и человек бы умер через несколько часов. А так 25%. Ну, сколько может человек выдержать при регулярной такой интеллектуальной работе? Ну, неделю, ну, две. Потом начнётся чековать и обманывать. Среди специализаций, так сказать, гениев может возникнуть специализация свойства гениальность в управлении, гениальность в осуществлении каких-то властных полномочий. То есть люди, которые гениальные властители. И, наверное, они, собственно, так или иначе какими-то путями и придут на руководящие посты. Да, это очень просто сделать. Я в своё время, когда у нас реформировали Конституцию, я предложил Конституцию с пяти пунктов. Один из пунктов был очень простой, что все чиновники избираются пожизненно, назначаются пожизненно, даже не избираются. Но если он украл тысячу суточных этих пищевых расходов конкретного человека, то он не увольняется, а подлежит гильотинизации. Укорачивается на голову. Пожалуйста. Две вещи для того, чтобы человек реализовался, сделайте в чиновничьем поприще. Сделайте очень просто. Дайте ему вечную возможность быть начальником. Не будут его никто снимать. Никогда. Не надо там воровать на будущее. Ты будешь всё время получать большую зарплату. Не надо ничего красть и вывозить в Швейцарию. Не нужно это ничего. Не надо обирать бизнесменов. Не надо придумывать новые налоги для граждан, чтобы украсть один очередной «Мерседес». Не надо это. Ты будешь вечен, пока не умрёшь, пока в маразм не впадёшь. А потом твой сын заступит. И так далее, и до бесконечно. Но только требование одно. Если ты так или иначе, по твоей вине, или ты спёр вот тысячу суточных доз жизни одного человека, то гильотина на площади. Ну вот, должна быть ещё инстанция, которая смотрит внимательно за этим. Слушайте, у нас можно на любого чиновника за пять минут собрать всё, что нужно. Потому что все всё знают. Сделайте защищённый криптой сайт для стука художественного, и вы соберёте анонимного на всех чиновников, начиная с деревенского какого-нибудь там простофилий, и кончая с самых высочайших, всю информацию. Защитите криптой так, чтобы никто не мог до этих людей добраться. И они вам всё расскажут. Это делается элементарно. И всё. Но всё-таки получается, что на самом верху должны быть не гении, а люди, так сказать, с убеждениями нравственными. То есть получается, что гений – это инструмент развития. Ну, то есть вы хотите оставить лазейку в этой стройной системе для того, чтобы там ввести понятие нравственности, которое, мол, где взвесить, измерить нельзя. И на нём, значит, сейчас... А посмотрите такую вещь. Набежит. Если управлять будут гении, а так получается, что они неизбежно придут к власти и станут управлять, то вы же сами сказали недавно, минут 10 назад, что гении они всё разнесут. Да, да. Ну, просто гении же, мы с вами перешли после этого на специализацию, нужны гениальные также управленцы. Но управленец очень сложно оценивается. Понимаете? Она оценивается по действиям. Поэтому управленцы... Вот тут может быть тот самый рост, который, значит, он там на уровне маленького городка поработал, его не дилетинизировали. Плюс большой. Там пять лет ему голову не отрубили – замечательно, можно поднять повыше. И так далее. Просто система. Простая, незатейливая, не я её придумал. По-моему, кто-то из французских революционеров знаменитых как раз говорил, насколько муниципалитеты начинают лучше работать, когда на площади перед ними мы устанавливаем гевиатину. Хочется на этой оптимистической ноте завершить беседу. Большое спасибо. Мне кажется, очень ценная получилась такая... Ценный обзор для меня, на самом деле. И, наверное, действительно наступает эпоха гениев, а вы, Сергей Славович, её пророк этой эпохи. Спасибо. Взял бы наличными. Спасибо большое. Договоримся.